На пограничной заставе в Магарамкенском районе вспоминали Николая Голубницкого, пограничника, который героически погиб еще в 1930 году, защищая границы России. Он был награжден орденом Красной Звезды посмертно. С тех пор на его героическом примере выросло не одно поколение защитников рубежей страны. Об этом подробнее наш корреспондент Руслан Касумов. На пограничной заставе Чахчах торжественное построение. Таким образом, здесь отдает должное подвигу героя-пограничника. Кто такой Голубницкий, знают юные кадеты и бывалые защитники границы. Уже после концертной программы военные артисты исполняют одну из своих новых песен, посвященных пограничникам, и кадеты читают стихи на тему защиты рубежей Родины. Есть возможность отдать долг и уважение нашим ветеранам, которые на протяжении длительного периода выполняли свой, соответственно, воинский долг, достойно и почетно. Это дает возможность и работать с молодежью, так как один из элементов этой работы – это военно-патриотическое воспитание подрастающего нашего поколения. В далеком 1927 году Николай Голубницкий был направлен на охрану границы, тогда еще проходящую рядом с Ираном. Семь пограничников вступили в бой против 300 бандитов, нарушителей госграницы. Это была группа капитана Голубницкого. Огнем из пулемета Николай Голубницкий прикрыл отход своих товарищей. Уже позже они доложили в штаб о местонахождении боевиков. Прибывшее подкрепление в течение трех дней очистило границу от бандитов. Сам Голубницкий героически погиб. Сейчас его честь называется «Одна из пограничных застав в Дагестане». В память о герое-пограничнике на заставе открыли комнату боевой славы. Вот его кровать, фуражка и личные вещи. Альбом с фотографиями, старинные документы и архивы, которым почти сто лет. Здесь его документы, которые были присвоены ему во время прохождения службы. Эту комнату можно назвать достопримечательностью пограничной заставы. Ее показали кадетам. Об истории героя Саид Хидернабиев слышит впервые. Рассказ настолько впечатлил парня, что уже сейчас знает, куда пойдет служить. Мы знаем, что он погиб, защищая свою родину. И в честь его памяти мы приехали сюда. И мы знаем об этой заставе не понаслышке. Мы сами, некоторые кадеты, мечтают, да я сам, чтобы стать пограничником. Эта застава носит имя Николая Голубницкого уже больше 50 лет. Торжественные мероприятия в память о герое здесь будут проводить ежегодно. Руслан Касумов, Эльдар Абрагимов и Рамазан Амаров. Время новостей.